Ничего не происходит на российской эстраде. Российской эстрады как таковой нет. Это на самом деле выродилось в какую-то такую Одессу-маму. Собственно, наше искусство всегда базировалось на трех китах. Это «Семь сорок», «Цыганочка» и «Русский романс». Мы там пытались, конечно, попытаться втиснуть это в англосаксонскую культуру, но у нас это слабо получается. Поэтому Стас Михайлов у нас самый популярный исполнитель. Потому что это ложится на менталитет нашего народа. Они вот любят такую музыку. Поэтому, если говорить российская эстрада, были выдающиеся мастера, были выдающиеся образцы. По-моему, последние доживают свой век. Такие, как Пугачева, Леонтьев, Ротару и так далее. А все остальные, вот молодежь, я не вижу среди них ярких имен и не вижу ярких побед. Все остальное, особенно если сравнить с зарубежной эстрадой. То есть, вот интересно, в Британии у нас мы занимаемся одним проектом. И там у нас, когда хотят принизить музыку, у нас говорят «А, это попса». А в Британии, если хотят принизить какое-нибудь произведение, имя же сочиненное, они говорят «А, это Евровидение». Это самый уничижительный такой термин «А, это Евровидение». Понимаете, а у нас Евровидение считается просто фестиваль, так сказать, номер один. Ну, наверное, потому что благодаря Диме Билану мы там одержали победу. Не знаю, мне кажется, что существует две параллельных культуры. Одна культура, которая в интернете, и в ней достаточно интересно работает молодежь, которая не светится на экранах, не участвует в этих хит-парадах и прочее, прочее. И другая признанная официальная такая, так сказать, замшелая колода из 10-15 имен, которая прыгает с одного канала на другой и втюхивает нашему народу представление, что это вот и есть искусство. Ну, на самом деле, вы же знаете, пропаганда работает очень жестко. Да, если сегодня начать каждый день показывать, что наркотики – это хорошо, завтра родители потребуют от педагогов, чтобы они давали наркотики детям в школе. Но существует мораль, и нельзя пользоваться экраном вот так вот бездумно и безответственно. Поэтому то же самое с эстрадной музыкой. Если дурновкусие каждый день с утра до вечера, постепенно ребенок ничего слушать не будет. В театр не захочет пойти, классическую музыку не захочет слушать. На концерты филармонии у нас прекрасная московская государственная филармония, которая работает очень интересно и так далее. Не пойдут, не пойдут, потому что не приучили. А приучили вот эти годские, понимаешь, три притопа, два прихлопа, понимаете, главное, чтобы повыше подпрыгнуть, погромче крикнуть.